Саратов 24 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 В шоссе, проходящие через нашу область, в рейтинг опасных не попали. Но и безопасными их назвать сложно. Саратовские автолюбители не перестают нарушать, а патрульные наказывать их. Лихачи снимают на видео очевидцы. Роман Базан изучил очередные ролики. Далее рубрика «АвтоХам». За минувшую неделю в нашем архиве накопилось много материалов с нарушениями на дорогах. Сегодня покажем самые выпиющие. И правда, ездит водитель не как ангел. По встречной полосе для общественного транспорта два седана БМВ промчались, лишь бы не стоять в пробке. Но регистраторы все пишут. Улица Мясницкая, подъем к Парку Победы. «Опель» с рязанскими номерами нарушает и едет по встречной полосе. Остальным водителям остается лишь снимать происходящее на видео. Да тут можно стоять и щелк, и щелк. А менты наказывают, им даже премию выделяют, что они наказывают. Еще одна езда по встречной полосе. У улицы Чернышевского водитель ВАЗ-2110 пронесся через две сплошные и, что называется, против шерсти. Перепутал дороги и водитель этого серебристого рейндж-ровер. Машины с ульяновскими номерами едят по маршруту 11-го автобуса. Необычная картина, признается автор ролика. «Смотри, что творят, дерутся. А этот дед, смотри, хочет разнять». Пересечения улиц Чапаева и Большая Горная. Разборки на дороге. Возможно, это и не водители вовсе, но видео стоит внимания. Район Синова. Остановка общественного транспорта. Автобусы застоприли движение. А все дело в легковушках, которые припарковались вдоль остановки. А это уже район Схи. Еще один автохам едет повстречной. Водитель с дагестанскими номерами явно удивлен, почему автомобиль нашего помощника движется прямо на него. Микроавтобус магазина Эльдорадо явно нарушает и поворачивает на запрещенный сигнал. Стрелка направо не загорелась, а сотрудник сервиса Эльдорадо уже поехал. Ну и последнее видео. Еще один микроавтобус. Усть-Курдюмская трасса. Водитель маршрутки номер 243Т с пассажирами в салоне устроил явно небезопасную езду. Александр Харченко просит наказать лихача. За такое нарушение грозит немалый штраф. Впрочем, всех автохамов автоинспекторы уже устанавливают. Им мы передали все материалы. Если вы стали свидетелями хамства на дорогах Саратовой области, присылайте видео на электронный адрес редакции. Давайте бороться с автохамами вместе. Почти 800 миллионов для тех, кто хочет грызть гранит науки. Такую сумму в Саратовской области выделили на строительство новой школы в микрорайоне Солнечный-2. По уровню подготовки новое учебное заведение не будет уступать лицею Солярис. Инициатором проекта выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Нина Цыпайкина узнала, когда новая школа примет своих учеников. Строительство идет полным ходом. В поселке Солнечный-2 продолжают возводить новую школу. Построили уже три этажа. Но объем работ еще очень большой. Правда, строители уверены, объект будет сдан в срок. Процентов 70 кладки осталось. Ну и, соответственно, все работы по внутренним коммуникациям, благоустройство. То есть, скажем, работа еще объем очень большой. Опыт строительства уже в школах есть. Это школа Солярис, школа в поселке Изумрудном. Так что знаем, как делать, справимся. Строительство школы началось зимой. После того, как родители не смогли записать своих детей в подготовительный класс, взрослые забили тревогу. Ближайший лицей Солярис оказался переполненным. Ребенка Ольги Проскуриной определили на подготовку в школу в полутора часах езды от дома. Женщину такой вариант не устроил. Мы по распределению попали в 101-ю школу. Ездить, конечно, далеко, это получается, если посчитать, это пять остановок от нашего дома. Так что мы ждем, надеемся, когда эта школа построится, и мы войдем в новую чистую красивую школу. Родители обратились за помощью к спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Он и стал инициатором проекта строительства новой современной школы. Будущее учебное заведение рассчитано на 1100 мест. С большим бассейном, стадионом, несколькими спортивными площадками и просторными корпусами. Мы в самом начале пути. Действительно, решения все приняты и финансирование на школу запланировано. Теперь очень важно, чтобы был контроль за качеством строительных работ, ну и, конечно, чтобы школа была построена в срок. Для этого на благоустройство новой школы выделили почти 800 миллионов рублей. Распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Соответствующий документ опубликован на сайте Кабмина. Деньги также выделили Краснодарскому краю и Костромской области. При этом Саратовскому региону досталась самая большая сумма. Осенью этого года планируют привести в порядок всю территорию. Сдадут новую школу к декабрю этого года. Нина Цапайкин, Роман Шильдеев, Олег Бирюков, Саратов, 24. Магия восьмерок. Сегодня в городских ЗАГСах не было отбоя от желающих зарегистрировать свои отношения. Сотрудники к такому наплыву молодых семей были готовы еще в начале лета. Говорили о том, что 8 августа в Саратове наступит свадебный бум. Татьяна Королева тоже отправилась в ЗАГС, правда, не на свою свадьбу, а на работу. 34 пары в городском дворце бракосочетания решили узаконить свои отношения 8 августа 2018 года. Это больше, чем в обычные дни, говорят сотрудники ЗАГСа. Восьмерка, если ее повернуть горизонтально, то это бесконечность. Это бесконечность любви, бесконечность взаимоотношений, бесконечность счастья. И вот именно такая атмосфера царит сегодня у нас во дворце бракосочетаний. По словам молодоженов Степанчиковых, красивую дату они выбрали не случайно. Именно 8 числа они начали встречаться. И даже предложение Никита сделал 8 марта. Муж и жена уверены, что это совпадение. В приметы они не верят и думают, что для семейной жизни одних чудес мало. Люди должны понимать друг друга, оценить, любить, воля. Доверие, любовь и все самое главное будет. Сегодня в ЗАГСах не было отбоя от желающих зарегистрировать свои отношения. Сотрудники к такому наплыву молодых семей были готовы. В свадебный бум свои отношения зарегистрировали 446 пар в регионе. Просто красивая дата понравилась. Все бесконечности. Сезон на красивые даты еще не закрыт. Следующие уже совсем скоро, 18 августа. Татьяна Королева, Олег Бирюков, Саратов, 24. Борются за то, чтобы попасть в сборную страны. В Энгельсе стартовало первенство среди грибцов на байдарках и каное. Подробнее об этом расскажем после прогноза погоды от Александра Новохадского. А пока прервемся на рекламу. Здравствуйте. В четверг, 9 августа, в Марксе, Балашове, Хвалынске, Алгае, Перелюбии, Балакове переменная облачность. Кое-где возможен небольшой дождь. Ветер северный, 5-8 метров в секунду и прохладно. Днем плюс 20, плюс 25 градусов, а ночью плюс 12, плюс 18. В Саратове и Энгельсе ветрено и свежо. Температура днем до 24, а ночью 16-18 градусов выше нуля. Атмосферное давление около 757 миллиметров ртутного столба. Вода в Волге плюс 21. Наши предки заметили, если птицы перестают петь, скоро будет ненастье. Всем всего доброго. До встречи. Астраханский блогер уличил сотрудников одного из детских садов в регионе в грубом и ненадлежащем обращении с детьми. В своем посте в социальной сети он приводит слова одной из мам, которая жаловалась на то, что детей запирают в комнате, оставляют одних и связывают пеленками. Весь процесс воспитатели называют адаптацией малышей в детском саду. В качестве доказательства блогер выложил фото и видео. Сотрудники Астраханской прокуратуры уже заинтересовались информацией. О других событиях глазами федеральных журналистов в нашей рубрике «Новости страны». Российские суды по закону о дне за полтора освободили из мест лишения свободы 167 осужденных. Об этом сообщает РИА Новости. Еще порядка 80 заключенным снизили сроки наказания. Напомним, в июле президент подписал закон, который предусматривает, что день содержания под стражей в СИЗО засчитывается как один день в тюрьме или исправительных колониях особого строгого режима. При отбывании наказания в колонию общего режима и воспитателями колонии за полтора дня, а в колонии-поселении за два дня. Жители Ленинградской области запечатлели на видео редкое для этого региона климатическое явление – огромный смерч над Ладожеским озером. Он сформировался над поверхностью воды и находился там некоторое время. Затем смерч двинулся к берегу в сторону базы отдыха в Зоострове. К счастью, рассеялся, так и не добравшись до края водоема. По словам местных жителей, чьи частные дома располагаются рядом с озером, ослабых разрушений не было. Сильным ветром откидало вещи и предметы на придомовых участках. Сотрудницы Челябинской скорой помощи прославились благодаря своему танцу. Ролик, отснятый в перерыве работы, попал в руки журналистам. И те обеспечили популярность медсестрам. Буквально за сутки девушки стали интернет-звездами. По данным телеграм-канала МЭШ, руководство собирается наказать сотрудниц за их поступок. Однако главный врач станции Александр Васильев эту информацию опроверг. И наоборот, пообещал поощрить своих подчиненных за то, что они находят в себе силы, цитата, размяться между вызовами. Еще минус 10 именно столько проблемных домов сдадут в этом году. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства области Дмитрий Тепин. Пресс-конференция с его участием прошла нестандартно на крыше 25-этажки. Ее организовала газета «Московский комсомолец в Саратове» по случаю Дня строителя. Чиновник рассказал, что всего в области 54 дома, где обманули участников долевого строительства. 15 объектов уже сданы. Остаются 27 домов, самых сложных по цене достройки. По ним при правительстве создана отдельная рабочая группа. Она ищет инвесторов и механизмы компенсации средств обманутым дольщикам. Прямых решений по ним сегодня нет. Но у нас есть время. И мы гарантируем то, что ни один сегодняшний житель, который попал в такую ситуацию, будет не брошен. А также мы каждый этот дом доведем до логического завершения, до достройки. Либо по компенсации гражданину тех права, которые были нарушены. Больше половины россиян полетели бы в космос трудиться. Компания подбора персонала и поиска работы «Суперджоб» совместно с Международной аэрокосмической организацией «Галактика» провели серию исследований, посвященных космосу. Работать в отраслях, связанных с космосом, готовы 54% опрошенных россиян. Вместе с этим на вопрос «Хотели бы вы просто полететь в космос?» утвердительно ответили только четверть граждан страны. 53% вообще отказались от затеи лететь в космос. У тех, кто готов к космическим путешествиям, есть даже свои предпочтения при выборе планет. Например, отправиться в путешествие на Луну и на Марс желает одинаковое количество респондентов. 35 и 34% соответственно. А на вопрос о том, какую страну респонденты считают главной космической державой, 62% граждан назвали Россию, 19% США и всего 5% решили, что это Китай. Нечего носить. В одном из торговых центров на Усть-Курдюмской неизвестная женщина украла шорты из магазина женской одежды. Стоимость похищенного 1800 рублей. Момент кражи запечатлен камерой наблюдения. Об этом сообщает портал ЧП «Саратов». На записи видно, что женщина незаметно положила вещь в свой пакет, а затем, еще немного постояв, ушла из магазина. Владелец торговой точки обратился с заявлением в полицию. Правоохранительные органы ведут розыск. Всех, кому что-либо известно о женщине, на видеозаписи просят обратиться в районный отдел полиции «Саратова». Взяли весла в руки. В Энгельсе началось первенство страны среди юниоров в погребле на байдарках и каное. На озеро Сазанка съехались около тысячи участников со всей России. Гребцы разыграют медали на нескольких дистанциях. По итогам состязаний сильнейшие войдут в сборную страны для участия в международных стартах. Павел Фитилев сорвал голос, поддерживая спортсменов. Как результаты, ребята? Мощные. Как настроение? Хорошо. Очень хорошо. Энгельс, озеро Сазанка. Здесь с утра проходят соревнования. Гребцы борются за медали. На спортивной базе проходит первенство страны среди юниоров в погребле на байдарках и каное. Всего на озеро съехались более 700 спортсменов. Лиза выступает в одиночке. Она пришла в грибной спорт три года назад. Признается, насмотрелась на друзей. По словам школьницы, турнир на Сазанке пока самый важный в ее карьере. Сначала было страшно, потому что соперники... По шестой был один Дмитрий Московский. Очень сильный. По седьмой сермей один Андрей. А потом вроде бы нормально. Увидеть столько спортсменов на Сазанке раньше еще не доводилось. По словам организаторов, то, что этот этап первенства страны должен пройти именно в Энгельсе, думали недолго. За сборную выступают и саратовские спортсмены. Уровень неплохой, уровень, можно сказать, высокий. Среди этой возрастной группы, это непосредственное, можно сказать, пополнение резерва сборной команды страны. Высокий уровень соревнований. Я руковожу резервом, и кадры у нас очень даже сильные. В том числе и саратовская гребля, и по всей стране. Поэтому можно работать, можно выигрывать, можно все. В Энгельс гребцы добирались с разных уголков страны. Кто-то ехал на поезде, остальные на машинах. Сами же соревнования завершатся в выходные. Сами же соревнования завершатся в выходные.